Девушки отдыхают Минуты на устранение Они не приехали Правительство России опубликовало новые требования работы ЖКХ Как это должно ускорить работу аварийщиков и чем это обернется для жителей Об этом Рамиль Шайдулин Сладкий огонь Горит лучше, чем свечка Должен ли гореть настоящий шоколад? Высняла Анна Городова Коррупция и наказание Есть лица руководящего состава, это руководительный министер В том числе один из вице-премьеров республики Тарстан Кто попал на карандаш борцам с коррупцией? Узнал Дмитрий Аринин И будет здесь цветущий сад На Самосыровской свалке завершается первый этап рекультивации Напомним, амбициозный проект предлагает превратить горы мусора Накопленные за 75 лет в зеленые холмы И результат уже поражает Миллионы тонн отходов, при этом никакого запаха Свалка сегодня укрыта гидроизоляционной мембраной И похоронена по двумя метрами земли Когда здесь зазеленеют леса И как Казань будут спасать от нового мусора? Лина Зинатулина Сквозь шум экскаватора уже пробивается пение птиц Рабочие делятся, что впервые над этими местами даже пролетают гуси Еще год назад Самосыровская свалка была не просто самым грязным местом в городе А экологической бомбой замедленного действия От огромной помойки, испарения в воздух и выделения в воду и почву А сегодня полигон уже начинает вторую жизнь До конца месяца полностью завершится технический этап рекультивации Все по плану Мусор буквально заперли под тремя слоями На нем метр грунта Затем вот такая гидроизоляция И сверху еще метр земли Теперь все это огромный холм высотой в 30 метров Изначально свалка местами была еще выше Верхушку разобрали, чтобы сделать гору пологой Напомним, процесс рекультивации начался в феврале прошлого года А сейчас свалка похоронена Но все еще дышит Из полусотни газоотводных труб по всему периметру горы Пока выходит биогаз Поступление внутрь в тело свалки Окислительных веществ В виде кислорода уже сейчас прекращено Поэтому газ уже образоваться перестал Мы его сейчас вытравим наружу А вот жидкость из глубины свалки Отводить будут в очистные сооружения На захоронение или скорее перерождение полигона Направили 274 миллиона рублей Это средства и федеральные, и республиканские, и городские Сейчас по контракту осталось выполнить 15% работ Но это только первый этап Второй уже озеленение Все обещания выполняются Волокам показал, что это экологическая катастрофа А наша свалка больше И по размерам, и объему захороненного мусора Поэтому слава богу, что мы своевременно приняли решение Свалку заменил открытый в прошлом году полигон Восточный Совсем неподалеку, но до масштабов Самосырова, где отходы складировались 75 лет Ему не разрастись И технологии сегодня другие, и срок службы ограничен Новый полигон, он предусматривает постоянную пересыпку Поэтому никаких скоплений газа, выбросов в атмосферу не будет Ну и следующий наш этап Это то, что мы говорили, мусоросжигающий завод Это уже технологии опробованные И там последних два десятилетия успешно работают во всем мире Там, где экологические стандарты настолько высокие Что нам до них еще расти, расти, вот как до этой горы Ну а на этой горе с приходом тепла уже зазеленеет трава А по осени высадят деревья Сирени, чтобы был хороший запах Шиповник, вишню, черемуху Качественно очищенная вода пригодится здесь же Для полива высаженной зелени Лина Зинатульна, Мара Зайдулин, ТНВ, Казань Без международной экологической экспертизы Решения о мусоросжигательном заводе не будет Такую позицию Рустама Мениханова Сегодня озвучили в Казанском Кремле Напомним, предприятие должно появиться возле поселка Осиново Зеленодольского района Недели ранее жители ближайших поселков собрались на сход Какое поручение дано президентам по поводу обращений граждан Расскажет Елена Веселова Как вы к этому относитесь? Скажите свое мнение! Мы против! О мусоросжигательном заводе не только митинговали Но и писали обращение лично Рустаму Мениханову Вопросов много Почему здесь? Зачем это нужно? Кто будет контролировать? Сегодня позицию президента официально озвучили Отметив, что строительство таких комплексов Невозможно без соблюдения ряда экспертиз и законодательства Президент Татарстана Рустам Мениханов заявил, что Без широкого обсуждения с общественностью и получения одобрения На проект международной экологической экспертизы Решение о строительстве мусоросжигательного завода Приниматься не будет Напомним, инвесторам завода взят за основу проект Швейцарской японской компании, которая только в Германии построила 133 подобных предприятия Для обсуждения строительства в Татарстане поручено сформировать инициативную группу Куда войдут местные жители и эксперты Для них устроят экскурсии на подобные заводы в других странах В ближайшие дни планируется встреча мэра с этой инициативной группой Совместно они будут принимать решения в отношении того, какие заводы посетить И какие объекты посмотреть уже ныне существующие и функционирующие Также президентам республики дано поручение мэру Казани Детально разъяснить инициативной группе ситуацию Со строительством мусоросжигательного завода Раздельным сбором мусора И состоянием мусорных полигонов Такая встреча намечена уже на эту неделю О времени и месте сообщат дополнительно Елена Веселова, Дмитрий Аринин, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань Из 260 торговых центров Татарстана проверили половину Прокуратура республики продолжает оценивать меры противопожарной безопасности В популярных торговых развлекательных центрах На стадии проверки в Казани находятся торговые центры Кольцо, Родина, Суварплаза и Корстон Сейчас республиканские инспекторы выявили почти 300 нарушений Захламленные запасные выходы и неисправная пожарная сигнализация Кроме того, как выяснилось, к работе на объекте допускается без обучения мерам пожарной безопасности Тренировки персонала на случай возникновения пожара не проводятся с установленной периодичностью Помещения не обеспечиваются нормативным наружным водоснабжением для тушения пожара Огнетушители вовремя не проверяются и не перезаряжаются Аварийные службы переходят на авральный режим Правительстве России решили ускорить работу коммунальных служб Так засор должны устранять за 2 часа, а прорыв водопровода за 30 минут Готовы ли к этому службы и почему вопрос назрел? Рамиша Айдулин Струи горячей воды прямо на своей лестничной клетке Зоя Рыболовлева видит уже неделю С тех пор, как водопровод прорывало Жители раз за разом вызывали аварийщиков, но в подъезде по-прежнему лужи Приехали, я не знаю, что они тут сделали И опять, кажется, третий раз Говорится адрес Снова к аварийщикам Зоя Рыболовлева обратилась уже сегодня утром через Казанскую ЕДДС С ней связана 41 управляющая компания города И первым именно диспетчер выслушивает жалобы Сутки 300 бывает у нас Звонков еще больше Теперь на них ответят не позднее, чем через 5 минут Принимать звонки быстро требует новое постановление российского правительства По которому коммунальные службы должны работать эффективнее А также открыто публиковать свой прайс Чтобы люди видели, сколько и за что платят своей управляющей компанией Чтобы люди, которые эти услуги получают, могли сравнить Что, например, в соседнем доме, который управляется другой компанией Эти услуги там в полтора раза дешевле Прошло уже два часа, но, как мы видим, службы так и не подъехали За это время вода, успев затопить седьмой этаж, добралась аж до четвертого По новым правилам в этом же случае аварийщики должны подъехать не позднее получаса Иначе это уже нарушение закона Теперь за подобную халатность грозят штрафы Что, полагают общественники, будет дисциплинировать коммунальные службы Они отключают стояк, допустим, на несколько дней и все А теперь такого быть не должно, потому что мгновенная реализация, устранение проблем Полчаса перекрыть прорванный водопровод, трое суток уже отремонтировать И два часа, чтобы устранить засор По новым требованиям такая срочность будет бесплатной Собственникам нет необходимости дополнительно какие-то расходы Естественно, нести все это Наша просто ответственность и обязанность В казанских управляющих компаниях думают, что постановление сможет подтянуть часть коммунальщиков до должного уровня Но не всех В элитках уже давно работают так же быстро, чтобы не ронять репутации Рамиль Шайдурин, Амир Залежев, ТНВ, Казань Одного из вице-премьеров Татарстана еще восемь руководителей высокого уровня Привлекли к дисциплинарной ответственности за коррупционные нарушения Такие данные сегодня озвучили на пресс-конференции Посвященной антикоррупционному мониторингу в Татарстане по итогам минувшего года Влеченные чиновники это лишь вершина айсберга Всего нарушителей более трех сотен Обнародованный антирейтинг в разрезе районов и профессий Букет коррупционных сведений изучил Дмитрий Аринин По данным соцопросов, среди всех проблем, которые волнуют татарстанцев Коррупция занимает 13 место Самыми коррумпированными же жители республики считают медиков, преподавателей вузов и сотрудников ГИБДД В разговоре с нами казанцы о коррупции отзываются по-разному Кто-то с ней не сталкивался, кто-то слышал, а кому-то и намекали на взятку Заставляют иногда какие-то документы делать, ждешь, ждешь, а потом получается отходишь и думаешь с ней будут связываться Иначе говорят, мама, ты не поняла, тогда отходи и ничего не говори Местные власти, чиновники, земли и так далее Даже темы-то не возникает такой Может быть мы не там бываем, не там ходим Так или иначе, по итогу минувшего года в республике в коррупционных нарушениях уличили без малого 400 чиновников В том числе и 9 руководителей высокого уровня Есть лица руководящего состава, это руководительный министер, в том числе один из вице-премьеров республики Тарстан Конкретных имен сегодня не назвали, но добавили, что не все отделались лишь дисциплинарным взысканием Некоторые получили и уголовные наказания По данным Министерства внутренних дел в 2017 году 70 служащих муниципальных органов власти и учреждений привлечены к уголовной ответственности о совершении коррупционных преступлений И в антикоррупционном мониторинге как раз указано о том, что это 25 глав руководителей исполкомов сельских поселений, 16 работников образовательных учреждений, 11 руководителей муниципальных учреждений В разрезе районов больше всех нарушений и худшую динамику насчитали в Нижнекамском, Кукмарском и Октанышском Здесь мы сразу видим определенную недоработку как и кадрового подразделения, так и соответствующих органов Но мы с вами должны понимать о том, что количество, например, тех же самых совершенных правонарушений или количество даже уголовных дел Это не прямой показатель именно того, что именно в этом районе больше всего коррупции Мы с вами прекрасно можем понимать о том, что, может быть, просто в этом муниципалитете плохо осуществляется работа по профилактике и лучше работают правоохранительные органы Сейчас чиновники Татарстана в очередной раз дают декларации о доходах И как не исключают борцы с коррупцией, возможно, после этой процедуры снова появятся вопросы к отдельным персонам Дмитрий Аринин, Ринат Сафин, ТНВ, Казань Гори оно синим пламенем В интернете набирает популярность ролик, где все жгут шоколад Пользователи уверены, настоящий должен не гореть, а плавиться После первого видео люди начали выкладывать в соцсети свои эксперименты и всерьез задумались о качестве Так должен ли шоколад гореть или это нормальная реакция на пламя, выясняла Анна Городнова Он горит лучше, чем свечка Смотрите, это же ужас Всего пару дней и вслед за одним видео в интернете уже сотни роликов Люди недоумевают, почему шоколад горит синим пламенем и выделяется сильный запах Объясните, шоколад должен гореть или он все-таки должен таять? Певица Алсуа Бульханова сняла свой ролик и обратилась к подписчикам в соцсетях Мы же не химики, мы не физики, мы не можем знать состав и нормы приготовления всех продуктов Мы просто вот я лично как мама заботилась этим, потому что у меня двое детей И шоколад потребляется в достаточном количестве Шоколад, который запустил флешмоб по всей стране российского производства С щедрым названием мы спросили у производителя, стоит ли беспокоиться о качестве Горение шоколада и появление при этом специфического запаха является абсолютно нормальной и закономерной физической реакцией Мы решили провести собственный эксперимент и обратили за помощью к химикам Итак, мы купили темный шоколад от трех разных производителей Принесли его в лабораторию химии Казанского инновационного университета Давайте посмотрим, будет ли он гореть, если да, то почему? Это органическое вещество, которое содержит в себе и масло какао, и порошок какао, и различные другие жиры А все жиры горят, говорит кандидат биологических наук Алла Иванова Загорелись все образцы, но два шоколада были с высоким содержанием какао-порошка, поэтому пламя сильное У него есть такое свойство впитывать в себя жиры и сахар И вот обратите внимание, у того образца, у которого большого содержания было какао, он сразу горел Почему? Потому что содержание жира очень маленькое И поэтому образец сразу загорает Он не успевает плавиться, он сразу загорает Как раз небольшое пламя повод задуматься Возможно, в шоколаде есть пальмовое и кокосовое масло, что далеко от ГОСТа Вообще, горят продукты на просторах интернета все чаще Поджигают сыр, рис и даже творог Сомневались пользователи и в лекарствах Так популярные капсулы называли пустышкой А на деле оказалось, что порошка и быть не должно Лекарство желеобразно, поэтому лучший способ проверить качество – читать состав Анна Городнова, Андрес Интальцев, ТНВ, Казань Это новости Татарстана, и вот о чем далее Опять двойка? Тройки, тройки приносит Так мы лучше вообще ходить не будем Изложения он не напишет, и математику Почему возникли сложности с индивидуальным обучением в 39-й школе? О ситуации Хальбина Минебаева С песней по жизни Кулимагим, о кулимагим О трактористе, который не работает, без песен расскажет Алина Бережная Крытые и закрытые В ближайшее время в республике появятся десятки новых теннисных кортов Об этом сегодня в Москве рассказал Шамиль Торпищев, руководитель Федерации тенниса России И сегодня его Рустам Миниханов наградил медалью ордена за заслуги перед Татарстаном Подробнее о будущем тенниса с татарским знаком качества В репортаже Дина Газалеевой Совместные проекты российско-татарстанские станут новым этапом взаимоотношений республики и ее давних друзей Под таким лейтмотивом прошла встреча, состоявшаяся сегодня в полпредстве Татарстана в Москве Государственные награды должны были быть вручены в Казани в начале марта Но лишь сегодня нашли своих героев И это стало поводом для проведения не столько торжественной церемонии, сколько душевной Как встреча добрых друзей Шамиль Тарпищев, татарин, известный каждому россиянину, недавно отметил свое 70-летие Это повод для сегодняшнего награждения, но причина, конечно же, гораздо шире Особый вклад в популяризацию тенниса в республике Татарстан Казанская академия тенниса, которая принимала участников универсиады, сейчас кузница молодых талантов На этом решили не останавливаться Как поделился сегодня Шамиль Тарпищев, в ближайшие дни состоится подписание договора между Федерацией российского тенниса и компанией Татнефть Речь идет о строительстве новых крытых кортов по всему юго-востоку Татарстана Альметьевска, Знакаева, Сармановские и другие районы В зависимости от населения городов мы строим различные базы по объему От двух крытых кортов до шести Мы как бы делаем ту систему, которая позволяет сделать хорошую составляющую соревновательной практики по всем центрам И как тренировочные базы для достижения лучших результатов Все новые корты будут функционировать в общей системе с Казанской академией За счет чего намерены добиться единой программы обучения И по планам в Татарстане вырастет целую плеяду громких теннисистов, участвующих во всех мировых турнирах Сегодня наша задача, конечно же, построить скоростную железную дорогу Москва-Казань Мы на это нацелились Хасян Забиров сегодня также в числе награжденных медалью Татарстана за доблестный труд И в бытность работы в системе российских железных дорог И в Министерстве путей сообщений Он также постоянный партнер республики во многих начинаниях Сегодня же Рустам Миниханов в рамках рабочей поездки в Москву Побывал в Министерстве промышленности и торговли страны Президент Татарстана встретился с профильным министром Денисом Мантуровым В январе делегация Минпромторга побывала в Татарстане Чиновники осмотрели опытно-конструкторское бюро Симонова и Казанский авиационный завод Сегодня в ходе встречи также были затронуты вопросы выполнения ряда совместных профильных программ Дина Газалиева, Виталий Лукьянов, Александр Ярошов, Марат Закиров, ТНВ, Москва И к другим темам Сегодня вся республика обсуждает видео из Челнинской БСМП По мнению автора ролика, врач то ли пьяна, то ли измотана Известно, что кардиолог-реаниматолог уже уволилась по собственному желанию Однако обсуждение в соцсетях только набирает обороты Лина Зинатулина рассмотрела ситуацию со всех сторон Врячий реаниматолог, а сидите еле-еле в кресле Что такое, а? Вы же пьяны, по-моему Кто? Вы, или что, или сонные, или что вы, я чуть не пойму То ли пьяная, то ли уж очень уставшая Определяет врача Челнинской БСМП, автор видео Сама же доктор, глядя на часы, не видит поводов для удивления Полчетвертого Вы думаете, что люди должны быть Да? А тут вода Произошло все 24 марта В тот день руководство быстро отстранило женщину от работы А после обнародования ролика кардио-реаниматолог уволилась сама БСМП не подтвердили, но и не опровергли факт опьянения врача Экспертизу не проводили Могла быть болезнь, это могло быть прием каких-то препаратов Но факт остается фактом Врач, мы понимали, что врач не может выполнять свои лечебные функции Поэтому она была отстранена Сегодня БСМП – крупнейшее медучреждение всего Северо-Востока Республики В зоне обслуживания больше миллиона татарстанцев В больнице признают, усилят работу с сотрудниками В штате уже есть психолог Колоссальная временная физическая нагрузка на наших докторов Поэтому задача психолога заключается в том Чтобы проводить работу с медицинским персоналом По профилактике эмоционального выгорания В случае, когда доктор на работе неадекватен, не редкость по стране Вот врач московской поликлиники не может справиться не то, что с жалобой пациента Даже с рабочим компьютером Ну, конечно, надо пароль ввести, а потом уже Или вот это врач детского отделения Который показывает свою маленькую дочь, автор видео не решился Вы решили выпить на рабочем месте? Впрочем, у самих пациентов порой получается еще хуже И за примером далеко ходить не надо В тех же Челнах год назад скорая приехала к пятимесячной девочке И во время осмотра тетя ребенка, будучи пьяной, ударила врача ножом в спину Медик, к счастью, выжила А, к примеру, в Великом Новгороде пьяный пациент и вовсе избил медсестру и санитарку, пытавшихся его успокоить А это кадры из Москвы, где нападений на медработников сотни в год То, что сегодня происходит, нет никакого оправдания Каждому врачу эти медсионеры не поставишь И каждому из них пистолет не дашь Надо общество меняться, надо государство меняться Находить форму улучшения условий работы врача Лучшие условия и врачам защитники не понадобятся А уж тем более успокоительные во всех его видах и формах на рабочем месте Лена Зинатольевна, Константин Величко, ТНВ Диагноз стал помехой в учебе Конфликт возник между родителями пятиклассника и руководством 39-й школы Казани У мальчика дисглексия, дисграфия, то есть он не может долго заниматься, читать и писать Мама просит индивидуальную программу обучения, но вот у школы свое мнение Альбина Минибаева подробнее о том, как найти правильный подход Эта тетрадка сначала четверти, но он ничего не делает на русском языке Полупустые тетради больше исписаны красной ручкой, а не Денисом По итогам четверти у пятиклассника почти одни тройки и двойки Для мальчика каждое задание дается с трудом Фитофторы И нас уходит по полдня просто уговорить его сесть и позаниматься У него сразу спазм такой происходит, как это, школьный стресс, что ли, там написали У него голова начинает болеть, он напишет несколько слов, он ложится В феврале мальчику диагностировали дислексию и дисграфию Это значит, он с трудом может читать и писать По заключению медиков Денис обучаем, но индивидуально по специальной программе По словам мамы, директор эту программу так и не смог пообещать Она сказала, что мы программу написать не можем Это очень сложно, задача непосильная для нас Будет ходить, продолжать школу так же, как и ходил Пожалуйста, выйдите из школы Должны были поставить в известность о том, что я не выталкиваю А это уже реакция представителей школы Руководство сначала не решилось рассказать, как они будут обучать Дениса Но изменения после каникул все же начнутся Ребенка приводят в школу к конкретному учителю, к конкретному времени Когда у учителя есть свободное время Учитель работает по конкретной теме Сегодня действительно надо думать о том, чтобы ребенок приобщался к трудовой деятельности То, что ему вполне, у него моторные функции работают Тогда как лобно-височные структуры нарушены по медицинским показателям Отсюда и проблемы А схожи проблемы по всей стране Мы вот столкнулись с суровой правдой жизни Когда у нас в документах одно в регламентах, а в жизни совсем другое Инклюзивное обучение в школах, чтобы особенным детям было комфортно Таковы федеральные стандарты обучения, по словам Ирины Волонец Но в реальности не хватает преподавателей Искать компромисс — единственный выход Идти навстречу педагогам А педагогам — идти навстречу родителям Вот только вот в этом случае возможно гармоничное понимание друг друга И в результате вообще что стоит на кону? Это ребенок, его физическое и психическое здоровье И пока будут подтягивать образование Дениса В мае ему назначили еще одну комиссию Педагоги и директор школы сомнились в некоторых деталях документа Альбина Венебаева, Ренат Сафин, ТНВ, Казань Если у вас есть проблемы или жалобы, звоните к нам в службу новостей по телефону 570-5017 Ему песня «Жить и рулить» помогает, причем он за рулем трактора Элмурот Иркаев, казанский дорожный рабочий, теперь не просто хороший тракторист, но и популярный блогер Он настолько любит музыку, что на ходу перепевает песни популярных татарских исполнителей И так удачно, что подписчики не устают лайкать его ролики Как стать известным блогером, оставаясь трактористом, Алина Бережная Привет всем, кто смотрит ТНВ С душой и со смыслом он не просто поет, он перепевает и набирает все больше лайков в интернете Известная татарская песня «Яблонец цветет» в авторском исполнении казанского тракториста Его мама татарка, а папа узбек называет себя Элмурот Иркаев пятизвездочным татарином А при знакомстве представляется Маратом Настолько любит культуру татар, что знает наизусть все народные песни Он с музыкой идет по жизни, после армии выучился на тракториста Широта татарстанских полей, говорит, и помогла раскрыть широту его собственной души Свой трактор Марат Ласкова называет «Ласочка» За 17 лет работы на нем он посвятил ему не одну песню, и вот одна из них Песня специально не записывает, говорит музыка о состоянии души Живу как бы для себя, пою для себя, не больно для кого-то По настроению иногда просят ребята с днем рождения поздравить По ватсапу друзьям, когда настроение забывает, отправляю В его семье музыку любят все, сын играет на баяне, дочь участвует в созвездии А на любимой работе его песня уже давно в топах у коллег Особенно любят ту, которую Элмурот посвятил трактористам Алина Бережна, Игорь Романов, ТНВ, Казань Вечерний эфир продолжит программа «Вызов 112», а сейчас прогноз погоды До встречи в 21.30 Добрый вечер, время новостей спорт на ТНВ в студии Алмазгофиатов Борьба за первое место В единой лиге ВТБ встретились два лидера турнира Московский ЦСКА и Казанский Уникс Фундамент для победы московская команда заложила еще в первой четверти игры К большому перерыву, ведя в счете с разницей в 19 очков Во второй половине армейцам удалось сохранить преимущество И довести встречу до закономерной победы Итоговый счет матча 80-63 В составе Уникса самым результативным был Трент Локет Набравший 13 очков и совершивший 9 подборов Поражение опустило Уникс на второе место в турнирной таблице В следующем туре 5 апреля казанцы сыграют в Саратове с Автодором Который тренирует экс-наставник нашей команды Евгений Пашутин Сегодня в Казани на базе Дворца спорта состоялась церемония открытия первенства России по фигурному катанию Спортсмены определят победителей в трех видах программы Одиночные парные катания, а также танцы на льду В торжественной церемонии приняла участие серебряный призер Олимпийских игр в Кванчхане Евгения Тарасова Всего на соревнованиях примут участие более 100 сильнейших спортсменов из 20 регионов страны Честь Татарстана на турнире будет защищать сборная команды республики В составе которой такие фигуристы, как победительница Кубка России Анна Щербакова И бронзовый призер турнира Ксения Синицына Турнир завершится в четверг 5 апреля произвольной программой среди девушек Стали вроде замечать, насколько я понимаю Появляются девочки, которые переезжают также в Москву именно из Казани И говорят, что в Казани школа, что в Казани есть дети, которые способны И в завершении к новостям бадминтона Казанский центр этого вида спорта собрал лучших представителей игры с валанчиком на одной площадке На ежегодный турнир Крылатый Зеланд приехали более 300 участников со всех уголков страны Призеры получили баллы не только в личный рейтинг, но и завоевали путевки на российские старты Соревнования прошли в четырех возрастных группах в одиночном, парном и смешанном разрядах Впервые был включен новый возраст участников до 22 лет Представители республики заняли первое командное место Хозяева завоевали на соревнованиях 10 золотых, 6 серебряных и 31 бронзовую медаль Определенное свое дело рейтинг играет Если ты стоишь выше рейтинга, у тебя лучший посех И ты тем лучше для тебя, потому что попадают соперники уровнем меньше И ты выходишь на сильных соперников только за выход в финал или в полуфинал И это все новости спорта к данной минуте Будьте здоровы и занимайтесь спортом До свидания Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на ТНВ Спонсор выпуска и изготовитель корпусной мебели на заказ Данил Мастер Хотите качественную и недорогую кухню по вашим размерам? Данил Мастер исполнит ваше желание Успейте заказать в апреле со скидкой 20% Данил Мастер, Казань, Восстание 23, телефон 2-167-166 В республике установилась по-настоящему весенняя погода И в предстоящие сутки местами ожидаются дожди По данным сервиса Яндекс.Погода на юго-востоке республики будет облачно, но без осадков и до 4 градусов тепла На северо-востоке Татарстана ожидается пасмурная погода, там будет тоже плюс 4 градуса На севере республики облачно и плюс 5 градусов На северо-западе Татарстана пройдут дожди, там температура воздуха составит плюс 3 градуса На юго-западе республики тоже ожидаются осадки в виде дождя, температура воздуха составит плюс 3 градуса В центре Татарстана будет пасмурно, без осадков и до плюс 4 В последующие сутки в республике осадки не ожидаются, ночные температуры немного понизятся В Казани пройдет дождь, температура воздуха составит до 4 градусов тепла Ветер юго-западный слабый, атмосферное давление составит 757 миллиметров штутного столба Влажность воздуха 88%, магнитное поле забли спокойное Это были все новости о погоде В студии была Маргарита Павлушина Всего вам доброго!